Показать себя во всей красе – задача сложная. Презентовать учебное заведение оказывается полдела. Здесь важно заинтересовать. Современные школьники и народ разборчивый. К выбору будущей профессии подходит серьезно. Кем быть и куда пойти учиться? В ответе на него помогает ярмарка учебных мест, которая прошла в Центре детского творчества. Это уже ставшее традиционное мероприятие собрало школьников с 9 по 11 классов. То есть здесь они знакомы с теми профессиями и специальностями, которыми они могут получить в нашем городе. И задача, чтобы обеспечить подготовку кадров именно силами учебных заведений в нашем городе. А в нашем городе вполне достаточно. Есть и учебные заведения, которые готовят рабочие профессии. Есть учебные заведения, которые готовят специалистов со средним профессиональным образованием. Есть учебные заведения, которые готовят специалистов с высшим учебным заведением. К участию в ярмарке все учебные заведения города подошли основательно. Яркие стенды, иллюстрирующие жизнь студентов, информационные буклеты, консультации специалистов. Выбор у школьников большой. Кумертауский филиал Оренбургского государственного университета традиционно принимает участие в подобных мероприятиях. Мы готовим специалистов по техническим направлениям подготовки в отрасли энергетика, строительства, эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов, а также по экономическим профилям подготовки. Для размышлений и выбора специальностей выпускникам осталось совсем немного. В какой вуз и на какую профессию поступить, некоторые решили давно. Так, например, ученик третьей школы Никита Домашов хочет стать юристом. На ярмарке пообщался с преподавателями КиЭП и узнал много нового. Познакомился с главным преподавателем. Он мне рассказал много всяких интересных вещей, то есть как происходит вообще сам процесс суда. То есть мы посмотрели на примере этого процесса суда. На встречу с будущими специалистами пришли работодатели. Представители Кумертаутского авиационного завода подробнее рассказали о востребованных специальностях на заводе. Предприятие плотно сотрудничает с УГАТУ, помогая им с прохождением практики, а в дальнейшем и с трудоустройством. Но в последнее время на авиационный завод приходят устраиваться на работы и выпускники с других учебных заведений. Конечно, наше профильное учебное заведение это УГАТУ, но тем не менее у нас большой процент выпускников ежегодно трудоустраивается и из Оренбургского государственного университета, и из других университетов, и средних профильных образовательных учреждений города и республики. Для тех, кому сложно сделать выбор, на ярмарке работали специалисты по профориентации. Они помогли всем желающим определить сферу будущей деятельности. Я пришла сюда, чтобы узнать о средних специальных училищах, о заведениях, которые расположены у нас в городе Кумертау, чтобы на случай, если я захочу уйти после 9 класса, то я знала, куда поступать, с какой целью. Тут проводятся различные тесты на профориентацию, чтобы знать, какая у меня профессия, кем я должна быть. Также представители учебных заведений посоветовали, на какие школьные предметы стоит сделать особый упор, чтобы через несколько месяцев ребята смогли поступить в тот вуз и на ту специальность, на которую задумали.